всем доброго времени суток у меня полностью расцвели мои две иванагары apple blossom и я хочу их поскорее снять потому что обещают дождь а убирать их не буду из-под дождя я хочу чтоб дождик и хорошенечко промочил люблю свои орхидейки я берегу их и не цветы важны полюбоваться вот буквально несколько дней и не вполне этого хватит но чем дольше тем лучше конечно я не откажусь и не думаю что дождь так уж сильно их испортит но все может быть просто и погода может быть не подходящая для съемки слишком темно и дождь никто снимать не будет конечно такие вот букеты они такие разные обе мои иванагары хотя они уже теперь переназваны я потом вам подробнее расскажу а сейчас вот посмотрите какая одна громадина какие у нее высоченные бульбы мощные хотя это считается совсем не высокое растение хотя они разрастаясь становятся большими орхидеями но не высота просто большие кусты вырастают но именно это она мощная мощные высокие бульбы не такие уж многочисленные как у той второй помельче которые но цветы другие это таких желто-оранжево шоколадных тонах и бутоны у нее были совершенно шоколадные пока не открываются может быть есть еще немножко вот такие бутоны шоколадки она тут на ветерке будет наверно крутится вот такое вот блаженство не зря ее называют бриллиантом эту иванагару которая уже не иванагара она изменила свое имя я расскажу почему это орхидея иванагара и по блоссам имеет много разных разновидностей и как бы даже под название они могут быть белые светлого светлых тонах темно более ярких розовых в таких вот и оранжево-коричневатых с розовинкой всевозможных оттенков и полутонов множество разновидностей цветов и они имеют также под название такие как голден элф фэнтези кармелла много много разных названий у меня по моему не было под название просто написано apple blossom по моему для нее этого вполне достаточно этот киприт сделанный человеком состоит из шести различных родов орхидей там и котлеи там и сохранитесь и ринка лилия и гарантии и теперь она конечно же уже изменила свое название даже она божественно пахнет такие прекрасные как я уже рассказывала лимонные духи очень сильные огромные цветоносы у них двадцать наверно пять сантиметров у этой именно огромные мощные цветоносы также как и только мощные и цветоносы где-то 40 сантиметров самые высокие ну и те по 30 наверное и вообще она такая мощная такая диана охотница лук и стрелы а вообще они небольшие орхидеи не высокие и легко за ними ухаживать считается легкий уход и такие они все прощающие пересаживали пересаживала их они даже не заметили что были пересажены также и продолжали разрастаться недаром этот гибрид называют истинным бриллиантом каждый кто коллекционирует орхидеи просто должен иметь ее в своей коллекции они очень легко ухаживать ну а сейчас полюбуемся моей 2 его нам горы вот это вот вторая это моя самая первая котлея в коллекции ну из орхидеи которые когда-то называли котлеями попросту конечно называется его нагара и все знают что это его нагара и наконец почему переменили ее название почему она больше не его нагара потому что в результате более пристального современного изучения и сравнения генов переменили все названия входящих нее орхидеи бывшая бросовола глаука стала ринкалелией глаука бывшая кетлия аурантика стала гуриантии аурантика бросовола дик пиана стала ринкалелия лилия стала кетлией ну и теперь она называется джек-фу-ли-ли-ли-ара apple blossom такое вот трудно произносимое и трудно запоминаемое название деку-фу-ли-ли-ара и с тех пор в ее состав входят такие орхидеи котлея кауластрон гарантии лилия ринкалелия и сафранитис кауластрон это это отдельный род орхидеи и она как раз и похожа очень формой лепестков и цветов на эти цветы и бульбы у этой орхидеи похожи на бульбы шумбурки они тоже полые и полные муравьев форма листьев форма бульб вот я бы сказала что это вот этот вот color strong вот теперь она стала называться джек-фу-ли-ли-ара интересно трудно запоминаемое название я думаю ее всегда будут называть его нагаром все равно это имя старое и доброе останется в силе джек-фу-ли-ли-ара это облусы уже не помещается она в мой сад такая огромная уже монстр уже ни в какой сад не поместится надо ее делить ну какая вот она другая вот тоже его нагара ну как она отличается от той первое если то диана охотница то это такая такая вся в розовом такая задумчивая девчонка у нее и бульбочки помельче такие покороче и потоньше и листья у нее и уже и короче мельче она такая хотят уже очень высокие цветоносы такого же размера цветы романтичная такая девчонка подросток в розовом платьице и и Продолжение следует...